Директор Центра Пекловной Биологии Ассоциации Сохранения Бюро-Разинобразия Казахстана Константин Плахов, заведующий лабораторией Института зоологии Министерства Нового и Высшего Обранжевания КАС А также Кожун Жумалиев, генеральный директор Ассоциации Табигар И первое слово, пожалуйста, Сергей Викторович Павлов Добрый день, коллеги присутствующие Сегодня мы расскажем об итогах учета численности сайдаков Казахстана в этом доме Который закончился около месяца назад Итак, учет сайдаков в Казахстане практически ежегодно Организуется комитетом лесного хозяйства и животного бандера Министерства Экологии и природных ресурсов Непосредственная организация занимается ВКП КБУ CO co.com Ежегодно учет обеспечивает, и научная часть учета обеспечивает одна из научных организаций В этом году это было Республиканское общественное объединение Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия или АСБК Мы делали учет уже на протяжении нескольких лет, и несколько раз делали учет Институт зоологии, представление которых уже здесь присутствует. В учете участвовали, кроме АСПК и Охотзоопрома, Институт зоологии, представитель Института зоологии, областных территориальных инспекций лесного хозяйства животного мира, особо охраняемых природных территорий и Ассоциации Кабината. Учет проходил с 14 апреля до 1 мая. Напомню о распределении сальгаков в Казахстане. Сальгак в Казахстане занимает гигантскую территорию, и вся популяция сальгаков в Казахстане делится на три основных очень крупных группировки. Это Куральская группировка, это Запад Казахстан и Западно-Казахстанскую область. Усть-Тюркская популяция или группировка, как угодно, занимает юг Актюринской области, часть Устанайской области. И самая большая по площади – Петугалинская популяция, состоящая из трех вершин группировок, они нарисованы на этой карте. Естественно, эти территории в настоящее время можно покрыть только с использованием каких-то технических средств. И для этого используется авиаучет. Использовались либо самолеты, ранее, последние несколько лет использовались вертолеты. Следующий слайд, пожалуйста. В этом году использовались вертолеты. В общей сложности было использовано 215 летных часов авиаучета. Работали две полиговые группы. В общей сложности учета участвовало 45 человек в разное время, меняется. Было, налетали 31 тысячу километров, учетный километр, 31 тысячу галсов. Как все это выглядит с вертолета, даст представление о следующей статье. Это большие перемещающиеся группы, либо более-менее компактные, либо равномерно прикрывающие достаточно большую площадь. Для этого устанавливается ширина учетной полосы, ведется фотографирование среди окон. С тем, чтобы потом сверить цифры, которые дали учетчики с фотографиями, чтобы учет был более точным. Таким образом покрывалась территория. Вы видите, самолет летает через каждые 5, либо через каждые 10 километров, учитываются все животные. Итак, что мы имеем по численности сайдаков в этом году? Уранская популяция остается самой большой. Ее численность составляет 1,620,000. Прирост по сравнению с прошлым годом 43,4%. Устюртская популяция остается самой маленькой, находится все еще в недостаточно отражаемом положении, хотя и растет. Численность составляет 63,600. Прирост 60%. И вент-бандолинская популяция самая большая по площади, но пока еще не самая большая по численности, 1,150,000. Общая численность сайдаков в Казахстане по результатам учета составила 2,833,600. Хочу обратить ваше внимание, что эта цифра, безусловно, несовершенно точная. То есть точность до головы вы видели, посчитать всегда невозможно, это результат экстраполяции. То есть он имеет определенную подвешенность, но достоверность результата составляет порядка 80%. Плюс минус там людей, это колебания. Спасибо за внимание. Дед Макрос, вот эту вот численность цифры вы дали, это до охоты? Да, безусловно, учеты проводились в апреле, то есть с 14 апреля до 1 мая. И в первой декаде мая начался охот сайдаков. То есть это не та численность сайдаков, которую мы имеем прямо сейчас. Это та численность, которая пришла к нам в прошлом году. Благодарю. И теперь я хотел бы уточнить. Очень часто раздаются комментарии, опубликуют их в соцсетях, что вот учеты неправильные, все не так. И вот сейчас перед вами как раз было рассказано, как проводятся учеты. Причем на учеты привлекают специалистов, имеющих достаточно высокую квалификацию. Это не новички. Потому что мы наблюдали вот часто, что новый человек, даже имеющий высшее биологическое образование, как правило, не может сразу увидеть даже перед собой находящегося сайдака или джераль. То есть для этого надо определенные навыки. Поэтому к учетам привлекаются прежде всего опытные специалисты и опять-таки имеющие соответствующее образование. Когда мы имеем дело с такой высокой чистостью, которая почти в три раза превышает максимальные показатели, ну скажем, как мы имели дело в советское время, то естественно возникает вопрос, а что будет дальше? То есть вот опять-таки раздаются возгласы, ну пусть они и плодятся. А до какой степени могут плодиться животные и дикой природы? Мы когда учились, нам всегда демонстрировали так называемую экологическую пирамиду. Вот есть трава. Траву едят травоядных животных. И травоядных животных не может быть столько же, сколько травы. Их всегда меньше. Намного меньше. Потому что если их будет больше, чем трава, они просто выморки. А потом идут хищники, а хищников еще меньше. Потому что если хищников будет больше, чем тех, которые они питаются, то же самое. И в природе все достаточно жестко сбалансировано. Причем единственный способ, который признает природа, это смертность. Для того, чтобы установить баланс. И вот эта смертность, она может возникать при переизбытке населения от бескормицы. То есть нехватка коров. Природа может устроить так называемые эпизаутии. То есть это массовая гибель от тех или иных заболеваний. И мы вот это наблюдали в 2015 году. Когда около 200 тысяч сайкатов погибло в течение буквально двух-трих месяцев. И вот эти все механизмы, так же бывают журтые, зимние, бывают заспунили. То есть мы не знаем, какие механизмы включат природа. И когда человек уже нарушил естественный ход событий, то, конечно же, тогда ему приходится заниматься и всем остальным, что с этим связано. В том числе регулированием численности. Численность регулируется, как правило, методом подстрела. То есть тоже многие нам говорят, давайте их перегоним, ну допустим, в Монголию. Давайте еще куда-нибудь перегоним. Но это тем, кто не представляет собой, что такое перегнать такую массу сайкатов куда-либо. Первое их поведение таково, что ночью они просто вернутся на первое, на предыдущее место. Второе, ну вот если представить, допустим, где находится западно-казахстан в области, где Монголия, и это смотреть не на мониторе компьютера, а в жизни, то нам не хватит всего населения Казахстана на протяжении одного года, чтобы оттеснить сайкатов туда, в Монголию. А там же не прямая дорога, там еще и города есть, и реки есть, их надо пересечь. То есть, естественно, это тоже нереально. То есть, поэтому издавна был способ регулирования числости, это, естественно, охотичий промысел, который рассчитывался достаточно жестко, опять-таки, и жестко контролировался всегда. Ну, иногда говорят, что, вот смотрите, сайгаки, это же сакральные животные у сайгаков, но никогда за всю историю сакральность сайгаков не мешала казахов. То есть, люди отделяли одно от того. Это тоже надо учитывать. И поэтому, конечно же, вот сейчас раздаются возгласы, что, да, вот в Западном Казахстане сайгакас так много, что он причиняет вред посевам сельскохозяйственных культур. К сожалению, Министерство сельского хозяйства уклоняется до сих пор от того, чтобы определить, какой на самом деле причиняет ущерб сайгакам. То есть, уже на протяжении трех лет представители Министерства сельского хозяйства отвечают, нет такой методики. Но нет методики, ее можно разработать за три года, уже можно было что-то сделать. То есть, мы не можем переходить на территорию, так сказать, другой компетентности. Мы не занимаемся сельским хозяйством. Для этого у нас есть соответствующее Министерство. Мы оцениваем ущерб или взаимоотношения диких животных с окружающей средой, но именно диких животных, прежде всего. Да, когда идет взаимодействие диких животных с домашними, мы тоже это оцениваем. Поэтому вот сейчас, конечно же, надо понимать, что вот эти методики, по которым считают наши организации научные, эти методики около 70 лет, они опробованы уже много раз. По мере появления новой техники, вот как прибора, навигации и так далее, методы совершенствуются. Мы, конечно, не стоим на месте, но проведение таких учетов по близким, одинаково практическим методикам в одни и те же сроки позволяет получать сравнимые материалы. То есть, мы не изменим сроки, у нас, значит, материал будет не сравнен с прошлым годом, получаемый материал. Поэтому, конечно же, очень важно продолжать эти исследования, продолжать учеты, и, естественно, необходимо решать вопрос, что нам делать с возрастающей популяцией сайта. Спасибо. Спасибо большое. Скажем вам о коментах, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Мне уже эксперты почти все рассказали, поэтому я немножко добавлю, вот от лица нашей ассоциации проявляется аккредитованное в министерстве, мы предоставляем интересы природопользователей. Дело в том, что в Казахстане порядка 65% земель охраняются охотничьими хозяйствами. Поэтому рост популяции антилопа сайгат, в том числе и наши заслуги, потому что в соответствии с законом охотничьи хозяйства занимаются и отвечают за охрану не только охотничьих видов, но и редких исчезающих. Напомню, что антилопа сайгат никогда у нас в Красной книге не была, это был охотничий вид, но на протяжении многих лет был мораторий на использование. Начиная с 2019 года, когда численность популяции начала стремительно расти, когда уже стало больше 600 тысяч, мы неоднократно обращались в министерство с просьбой начать работы по подготовке к рациональному использованию антилопа. В итоге кончилось это все тем, что министры не хотели брать на себя ответственность, и лишь в прошлом году, когда уже ситуация стала чрезвычайной, было принято решение о снижении численности путем регулирования. Наша ассоциация принципиально против регулирования, потому что антилопа это очень ценный животный ресурс, потому что у нас в Казахстане охота существует тысячелетия, и с момента обретения независимости охота и охотничьих хозяйств стали основой сохранения биологического разнообразия в стране. Поэтому, естественно, мы радовали за то, чтобы включить процессы, которые позволили бы Сайгака сделать полноценным охотничьим видом, то есть вывести его из моратория для того, чтобы наши казахстанские охотники получили возможность его рационального использования. Это автоматически бы, естественно, сокращало популяцию, которая, как мы видим, стала феноменально гигантской. То есть это большое очень достижение, наверняка не один научный труп будет написан о этом сверхдостижении Казахстана, когда он действительно за очень короткий промежуток времени, благодаря охране, благодаря климатическим особенностям этого периода, то есть мы смогли получить такое огромное количество. Так вот, наша сейчас задача всех вместе сделать сьё для того, чтобы вот этот вот грандиозный успех не закончился таким же грандиозным провалом. Потому что, как коллеги сказали, природа, она регулирует численность своими способами. И вот чтобы не получилось так, что в результате замора мы получим миллионные стада погибших животных, в то время как мы могли рационально использовать этот потрясающий искус. Напомню, что это не только мясо, шкуры, это ещё и врага, которые имеют особую ценность. И вот во многом мы видим, это такой дар свыше в нашей природе, Казахстану, что сама природа нам даёт инструмент для того, чтобы мы смогли создать стабильную структуру, которая бы смогла использовать эту ценность на благо сохранения и развития вирусного образа в стране. Вот это очень важно. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мы можем перейти к вопросам. Пожалуйста, если есть вопросы. Вопрос с Константином Владимировым, я, может быть, немного прослушал. Прогноз численности может увеличиться максимально на сколько? В среднем сейчас... Спасибо. А сейчас в среднем идёт увеличение на 40% ежегодно. Ну а вот именно количество? Не противоправно. Смотрите, вот если на учёте было 2,8 миллиона, то в этом же году на выходе молодняка можно ожидать уже почти 4 миллиона. А потом дальше? Соответственно, минимум по миллиону добавляйте, кажется. А оно же не может каждый год по миллиону? Да, это будет возрастать. То есть один год в миллион, другой год в миллион в миллион в миллион в миллион в миллион в миллион. Когда получат этот рост, такой вопрос, как он влияет на самих соряков, да, вот их ареал питания, и на земные водосельскохозяйства, которые рядом с ними находятся? Ну они будут повлекать всё больше в возможные площади, то есть заходить и в населённые пункты, соответственно, то есть в поисках еды. Потому что нам надо понимать, что копытные, они не только съедают растения, но они ещё их вытапывают. И когда стадо сайгарков большого количества проходит по территории, то там не остаётся практически никаких растений. А вот тогда ещё такой вопрос в связи с этим. Могут ли крестьяне отказаться от скота и заниматься сайгаркой? Было бы интересно, конечно, потому что продуктивность сайгарка почти не уступает продуктивности средней породности мелкого рогатого скота. Но эта тема достаточно серьёзная, она требует научных исследований. Мы предлагали подобные подходы, мы сейчас западно-казахстанский аграрный технический университет пытаются внести исследования. Но для этого надо достаточно больше перепрямить, то есть нельзя это сделать за какие-то 5 минуты. Если позвольте, я ещё пару слов добавлю. Сайгарка у нас уникальный вид с точки зрения эволюции, адаптированный как раз к таким скачкам, то есть резким сокращением, потом резким увеличением. Потому что самки сайгарка становятся полуозревы уже в первый год, то есть 7-7 месячные самки уже участвуют в размножении. При этом среднеизвешенно, ну в зависимости от года, кормовой базы самка приносит 1,1,6 ягнёвка. То есть практически каждая вторая самка рождает двойню. Поэтому рост очень высокий. Но за счёт того, что большая численность зимой отходит, к весне доходит порядка прирост 40-45%. А ещё у меня один вопрос. Вот в степле, когда выезжаешь, там видишь, что даже если очень далеко от города, там пакеты летают, всякий мусор валяется. Вот это как на сайгаков как-то оно сказывается? Другое антропогенное воздействие, конечно, сказывается на диких животных, в том числе и на сайгаков. Ну, я думаю, что летающий пакет там небольшая проблема пока что, да, у нас такой замусоренности в степях нету. Но для животных диких в первую очередь, конечно, основной источник проблемы в сокращении среды и обитания, да, то есть, а это сельское хозяйство. То есть это растеневодство и животноводство, да, потому что фактически степь для сайгаков это его дом. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Мадина Ашивова, телеканал Актуалин ТВ. У меня вот такой вопрос, вы говорите о приросте почти в один миллион каждый год, да? Скажите, пожалуйста, как охота поможет отрегулировать вот этот естественный прирост? Ну, сайгак это не единственный вид копытных, который у нас на территории обитает. Я хочу сказать, что сейчас численность сайгаков у нас равна фактически десятикратному количеству всех остальных видов животных. То есть агаков в десять раз больше, чем все остальные виды копытных животных, которые живут на территории Казахстана, как охотничьи, так и редкие исчезающие. У нас есть охотничьи виды, на которых мы охотимся тысячелетиями, например, благородный олень-морал или, допустим, козерог, да? То есть и численность их стабильно растет, да? То есть не сокращается. Но они такими темпами, как у сайгака, да? То есть там прирост в районе процента или около того, то есть это не сильно, так сказать, сказывается на вот такой взрывоопасный рост, как у сайгака. Вот, естественно, если охотничьи хозяйства, у нас, если мне память не изменяет, на территории 67 охотничьих хозяйств, сейчас уже, наверное, и больше заходит на реал антилоп, да? То есть будут какое-то количество иррационально использовать, изымать, то, соответственно, в соответствии с нормативами, которые нам наука дает, как это происходит под другим видом, да? То есть, естественно, численность не будет так резко расти. Спасибо. Я могу добавить к этому вопросу. Высваль, пожалуйста. Могу добавить к этому вопросу. То есть опыт могут с сайгаков в 1960-70-80-х годах показал, что при добывании порядка 10% численности популяции, рост численности только только чуть-чуть замедляется. При добывании 20% численности остается стабильной, и если добывать 30%, допустим, при этом условии численности, то она начинает быстро сокращаться. То есть мы сейчас можем добывать, ну, или, Петь, показывает 2 миллиона 805-ю часть, ну, 500 тысяч. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Сергей Юзклеренко. Подскажите международный опыт, численность которых сильно увеличилась, например, как вы знали, а на сестре в Кингуру, как и в Австралии? Ну, Кингуру — это серьезное продоление в Австралии. Это такой же вид, в котором детский увеличил численность, потому что для нас, кто-то по всему охранник какое-то время, там, по-моему, охоту то ли тормозили, то ли запрещали, не выгорели совершенно. Но я знаю, что сейчас в Австралии ведется отстрел кингуру, там, я не помню, это жирных обед ведущий, примерно пара миллионов. Мы берем. Около двух миллионов год добывается кингуру, и когда здесь она как-то гряжет, в Австралии могут нести кингуру жить люди, но это не совсем так кое-что пропускают. Там идет очень активная добыча кингуру. Поэтому кингуру также широко используется вместо различных целей. То есть без регулирования, ну, без использования. Я страшно не люблю слово регулирование в отношении к сайдаку, оно уже правильно отметили, оно совершенно неверное. Это не вид в любителе, это ресурсы, которые можно использовать и нужно использовать. А численность становится сама, вот, при нормальном использовании. Спасибо. Да, я несколько слов добавлю. Очень интересен еще опыт Новой Зеландии. Мы здесь специально изучали его. Дело в том, что там нет природных хищников. И эта страна фактически с вечнозеленым климатом, то есть травяной покров практически круглый год в хорошем состоянии. То есть в постоянном возобновлении идет растительных ресурсов. Туда в свое время, сто лет назад, привезли семь видов копы. В данный момент их такое количество, что ежегодно правительство выделяет средства на то, чтобы изымать 600-700 тысяч копы. То есть это вынужденная мера. Спасибо. Спасибо. Ну понятно, что ему досталось там наследство, которое копилось с большим багажом нерешенных проблем. И остро стоял вопрос о том, чтобы начать численность эту сокращать. Но, допустим, проводить охоту в прошлом году было невозможно. Невозможно было, потому что у нас была не готова нормативно-поровая база. Потому что охоту на САГАГа закрыли так давно, что все действующие нормативно-поровые акты, они уже были без САГАГа. Поэтому не было методики учета, не было методики определения по реалам публикации, лимита, квот и так далее. Поэтому приняли решение такое, что силами охот за опром будет просто изыматься эта биомасса, в дальнейшем они будут передаваться на переработку и так далее. И это мы назвали регулирование, потому что никак по-другому это не назовешь. В этом году, я скажу так, что если комитет лесного хозяйства и животного мира государства не поддержит нас, правительство не поддержит, то и вот сейчас же не начнется работа по подготовке соответствующих нормативно-поровых актов для того, чтобы запустить охотничий процент, то есть мы опять столкнемся с тем, что опять у нас очень будет только регулирование, а рациональное использование опять будет отодвинуто в сторону. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот в Казахстане же есть проект возрождения Туранского тигра. А не что же могут охотиться на нас и ареяков? В этой карте хотят, в свой взгляд, регулирование численности? Ну, у нас, понимаете, ареал Туранского тигра очень замкнутый. То есть это дельта реки Или и фактически, к сожалению, туда антилопы не захотят. Хотя в холодные годы бывало, что антилопы смещаются как кодолинская популяция, вплоть до усунукачан. Поэтому, естественно, если антилопа зайдет на территорию Приплахарского резервата, то, конечно, тигр будет охотиться. А вот если этих тигров туда запустить? Нет, они не смогут там выжить. То есть это немного разные биотопы. То есть это же степь, там ничего нет, а тиграм нужно укрытие. То есть это невозможно. Дело в том, что дельта Или и Сиронари, где водились исторически туранские тигры, это фактически самый северный в мире джунгли. И для тигров была очень хорошая среда обитания, а также было чем питаться. Дело в том, что тигры предпочитают кабану, свиней. То есть это их любимый короб. И остальные объекты – это уже попутные. Поэтому они никогда практически не пересекались вот так вот с Айгаками. Кошки не влияют массово на сокращение или увеличение численности таких кобытных, как с Айгак. Для этого есть волк. Здравствуйте. Я вопрос скажу, может быть. Как Вы оцениваете нелегальный оборот с Айгачих рогов в Казахстане? Да, вот Константин Николаевич у нас автор, соответственно, научной работы. Но я данными владею. То есть готовился тоже к докладу, поэтому просмотрел. По-моему, по итогам до прошлого года, за последние несколько лет, за три года, было изъято правоохранительными органами 26 тысяч рогов. 26 тысяч рогов. В среднем один килограмм рогов, это 3-4 рога. Будем считать 4 рога. То есть получается, это фактически несколько тонн очень ценного продукта. При том, что пусть среднеизвешенная стоимость, как говорят сейчас в степи, порядка 400 тысяч, то есть около 1000 долларов, получается, что это весьма приличная сумма. Если говорить о внешних рынках, допустим, предположим, полторы тысячи долларов за килограмм, где-то опытом в Китае, вот так вот пофантазируем, то это только изъятых рогов на сумму 10 миллионов долларов или 4 миллиарда тенге. 4 миллиарда тенге, друзья, это ни много ни мало бюджет, годовой бюджет республиканского предприятия «Охотзоопром», который занимается охраной всего государства. По данным Международного союза охраны дикой природы, скрывается не более 5% фактов браконьерства по всему миру. Я не думаю, что Казахстан чем-то в лучшую сторону отличается. Поэтому, если экстраполировать эту сумму, то получается, что это десятки миллионов долларов. Я еще раз говорю, что Сайгак – это уникальный шанс Казахстану рационально использовать этот природный ресурс и найти средства, сохранять и восстановить наше биоразнообразие. Если позвольте, я могу допомнить. Мы проводили специальное исследование с отслеживанием и трафика, и масштабной заготовки. Дело в том, что мы имеем дело, когда речь идет о таком ресурсе, как Сайгач и Рога, а с международной организованной преступностью, к сожалению. И надо отдать должное китайской стороне. Они, в общем-то, прилагают достаточно много усилий, чтобы со своей стороны обезвреживать преступников, кто занимается такой торговлей. Но что мы наблюдали? Почему был вывод, что это международная организованная преступность? Первые партии, допустим, идут через переходы граничные Казахстан-Китай. Китайцы задерживают. Следующие партии идут через переходы Кыргызстан-Китай. Китайцы опять задерживают. Вот, смотрите, не наши. Потом следующие партии идут через переходы Россия-Китай, причем в Приморье. То есть, где в казахстанских лицах, где в Приморье. Но там работали активно сотрудники службы ФСБ России, и они сами задерживают. После того, как мы на республиканском совещании представили официальные документы на этот счет, у нас стал работать в этом направлении наш комитет национальной безопасности. И в среднем 1-2 раза в год они вскрывают факты вот этих массовых заготовок, и именно вылавливают цепочки не заготовителей в меньшей степени, точнее не тех, кто бегает там по степи рога заготовленных, а тех, кто их собирает и потом занимается их транспортировкой. И вот это вот позволило резко уменьшить трафик через китайскую сторону, на китайскую сторону. И здесь я хочу сказать, добавить, что иногда пишут, что там рога слегка повлияют на потенцию. Я изучил китайский материал по традиционной медицине. Там слова про потенцию нет. Основное направление это очищение печени. Но вот в конце 70-х годов в СССР и тогда еще был разработан препарат сайтарин. То есть лечебные свойства сайтарин подтвердились. Этот препарат пошел в использование. К сожалению, отсутствие промысла и вот эти все нарушенные связи прервали эту цепочку. Но выяснилось даже, что у сайтарина имеются еще и свойства противогипоксии. То есть агипоксия, как вы знаете, это средство таких заболеваний, как Али. То есть в общем-то было бы еще более ценно, если бы у нас фармацевтические компании наши тоже бы наладили выпуск таких препаратов. Спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оценкиms